Здравствуйте! Я еще вам хочу с темой своего родительного журнала по путешествию в России. Потому что в России мне очень нравится сфероклизма. Она начинает только развиваться. Она будет впоследствии более актуальна. На данный момент эта тема очень актуальна. Потому что в видеоскоретической ситуации в России стали отличащими. Потому что это активно поддерживается государством. То есть приедем к журнам это прутится рознике как рыбин. И именно за это я решила сделать первый момент для взрослых поедет. что-то поедет. А данные города в России мало освещены. Есть издания, которые нахватят журналы про путешествия поедет. Название. Почему я назвала темно... Почему я назвала свой шкаф один из них? Потому что... путешествия связаны с пространством и временем. И чтобы объединить эти два понятия я думала, какое слово взять за название. потому что в России я сочетала поездок и как раз садится. Потом я пришла к рыбин. К рыбин. К рыбин. К рыбин. Какие-то определенные темы. которые поездка, поселена проживка, шутка, сезонал. Крым. 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 Я взяла публикацию с последствием трех разделов. Первый раздел он посвящен поездке дорогой. То есть, когда ты приезжаешь в коды, ты хочешь его посмотреть, ты неэффектно должен ходить по этому замечательному, если ты думаешь, искать там интересные какие-то вылюбления, какие-то места, которые характерными являются в городе. Первый раздел посвящен ему. Следующий раздел посвящен уникам. Если ты попал всего на два дня и хочешь денег прием и обратить в СО, сюда есть желание самое насыщенное, самое интересное посмотреть, ты смотришь в этом разделе собрав представленные самые интересные места города и южного закона. В третьем разделе это посвящен закона. То есть, это такой любит экспорт на пирожи, то есть, это какие-то где разместиться в палаты, где красивые места, это море. логотип логотип то есть, опять же, тема пространства времени, я передавала ее в праздник. То есть, время я отобразила как а пространство как и по сути, получается, наоборот, пространство скорее сферическое, а время померили. пронзило круг, внутри именно находится цифровой знак. построение здесь строится на сетке, в которой стыкерах то есть, я взяла за модуль червяные единицы и выстроила все шрифты. В журнале я использовала тонкие шрифты, тонкую архитектуру и старалась сохранить стилистику минимализма, чтобы она ускорилась с фотографиями. Потому что у меня респротивная часть очень активна. Все шрифты здесь представлены. Еще на страницах есть такие сноски. В этих сносках пишется полезная информация и иногда размещается в план. то есть это какие-то гостиницы, отели. Как раз эти спонсоры спонсируют журнал, потому что в журнале можно разрешать рекламу, если в нее место и не имеет смысла искать продерживающих операторов, потому что это туризм и сам выбирает все мы предлагаем просто варианты содержимую праву. Сетка. Микросетку построила за счет бежстрочного репутала для оборудования. А модульную сетку я построила чтобы была возможность сделать как симметричные композиции, так и симметричные. и главное это карта. Журнал печатный тяги не слишком мобильный. И проблема это решать с помощью карты, которые касаются приложения, которые можно помочь в Карта помогает перенести информацию из журнала в телефон, в смартфон. То есть карта заменяет всю полезную информацию из журнала. Ее очень удобно брать с собой. Она маленькая, в то же время вся информация остается при вас. как с ней сочетать информацию это через QR-код это ссылка она переносит вас в приваление, которое можно скачать в интеракете в App Store и после того, открываете там выходит вся информация включая телефоны, адреса, режим работы в общем это карты относятся к определенному пункту указанному в журнале и информация новая. На обороте карты размещаются и планы. То есть все кто выходит номер журнала про какую-то местность и планы как раз из этой местности. Например, здесь представлены рестораны, гостиницы, хостелы для различного отдыха. Для всех цветов. То есть человек, который покупает этот журнал, он может сам заставить себе машину по интересу. потому что три раздела образумевают в принципе они указывают все видео. такие мои важные тоже наши традиции которые приятели то это просто как на то что что ваш ты Например, можно поехать на Урал. Можно поехать в Забайкаль или, например, в город Читах. Там тоже есть. Там рядом озеро Байкал. Можно поехать туда. То есть в России, в принципе, есть где поездить и есть про что рассказать. И я думаю, что это интересно нашим подразумникам. Я просто попросила понять, есть ли у вас дальнейший план? Конечно. Это очень интересно и строительство сегодняшнего дня. Спасибо. Дело в том, что можно сделать приложение. Это действительно можно делать. Но это приложение работает без интернет. То есть его скачало. Его надо скачать. И оно каждые 2 месяца с выходом нового журнала обновляется. То есть вы скачали про Крым. Через 2 месяца вышло про Урал и вы скачали про Урал. Про Крым. Про Крым. Продолжение и в трампе этой вкладки, что вам, например, написали «Солныши» передали. А, во-первых, я рассчитываю, что для школы зажигаются. Я могу ее рассчитывать. Но действительно, это двигает российский туризм. Это помогает заинтересовать людей. Это поможет заинтересовать молодежь. Потому что, например, аудитория может дала от 16 до 40 лет примерно. 16-летние могут себе использовать его как план поездки, скачать, потом сфотографировать. Будет это удобно. А те, кто поскальше, могут просто интересно читать про эти места. У меня есть небольшое предложение. Я очень много писал Крым. У меня картины, в том числе, из Генуэзской крепости, из вершины Айпетри. Но, когда я писал, я всегда видел солнце. Там 360 дней даже солнца. Мы умудрились найти 5 дней, которые все время пасмурны. Потому что это очень красивый дизайн журнал. Мне понравилось сразу же с первого взгляда. Но я ловил себя на мысль и подумал, ну что же не так, что же не так. А ну темно. Здесь то ли снег, то ли белые камни. Хотя с ним по новым великолепным. Солнце нет. Генуэзская крепость. Это вечер, я фотографировала. Да, но вот даже до дневечера, это дожды очень. Дальше девушка сидит в потрясающем месте. Новый свет, который тоже всегда в солнце. Мы нашли в местном последнем дне дорогу. И поэтому, когда я пролистал это все, вот, например, фотографии новые. Ну и скорее плаутика такая. Плаутика суровая. Сюда не хочется окунуться. Окунуться. Я понимаю, я буду здесь. Вот это чуть не совершено снимать. Здесь тепло и хорошо. То есть предлагаю вам в этот макет добавить рисуночные фотографии. И он станет еще лучше. Он великолепен. Он взялся в пуссом. Чтобы сделать его лучше, чтобы туристик поехал. Чтобы я вспомнил, как я писал, в Крыму солнечный. Спасибо. Спасибо. Рецензия. Трактовка, выбранная Ольгой Тарасенко для освещения темы дипломного проекта, производит приятное впечатление, благодаря как особенности самой тематики журнала, так и целому ряду изящных художественных находок, содержащихся в проекте. Можно признать, что Ольга справилась с решением задач, поставленных дипломной работе. Ведущую роль в том, несомненно, ярмом впечатлении, которое производит журнал, играет цельный, глубоко осознанный подход к устроению макеты и продуманная, стройная концепция, которой следует дипломница. Внимательный и тонкий подход к выбору и размещению графического материала в макете журнал позволяет почерпнуть в основу многослойный, задложенный проект. Обилие воздуха в макете позволяет избежать перегруженности разворотов. Выбранные для набора швит, а также общая сдержанность и простота типографического решения производит впечатление изысканности, не отвлекая внимания от иллюстративного ряда. Работа Ольга Тарасенко демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки. Диплом заслуживает высокие оценки, возможность присвоения квалификации дизайнера, графика в данном случае не вызывая изменения. Да, вот Ольга уже над этим проектом начала работать больше года назад. Специально съездила в Крым, специально сделала там фотосъемку, и, конечно, вот эта вот ее увлеченность, угрозство, оно как-то меня очень... вот такое внутреннее тепло вызывало весь период работы, потому что действительно человек делал то, что он страшно любит. И Оля действительно очень любит поездки, очень любит природу. И на самом деле вот эта вот ее любовь, она, ну, в полной мере, на мой взгляд, отразила в журнале, даже несмотря на то, что там, может быть, ну, фотографии действительно в основном какие-то такие вот они успокоенные, да, тихие. Действительно ощущение какого-то вот такого, я не знаю, цены, да, это, вгружение, вот такую такую удивительную следую сказку, на самом деле, вот и обложка, и вот этот плакат, да, они... То есть это как бы даже и Крым, а вроде как, и какая-то сказочная страна, и Оля меня весь этот выход переносила в эту сказочную страну, в каждую руку, в первую очередь. И я из этого очень неугадаю, но, конечно, огромное количество работ пройдет, потому что полностью материал отснят, Оля, и, на самом деле, в, конечно, журнал попало лишь малая часть его, и полностью, на самом деле, тексты ей созданы, то есть выполнена редакторская работа. Оригинальная очень идея, на мой взгляд, с картой, да, потому что она позволяет связать вот это вот стремление сейчас среди молодежи, которое мне, как старый книжник, очень приятно, да, опять стремление сделать что-то на бумаге, и в то же время подключить сюда мобильные технологии. Очень, на мой взгляд, неожиданный ход. Я, по крайней мере, вот такого не видела, и я подозреваю, что это вообще такой ноу-хау придуманный, все-таки лично Олей, да, то есть собрать весь журнал, маленькую карточку, которая будет с помощью QR-кодов работать в любом месте и в любое время, где есть это время. Вот, так что спасибо вам за работу. Я очень надеюсь, что вы этот проект доведете, да, и сможете его раскрутить, даже и без помощи государства, возможно. Надо рассчитывать все-таки на свои силы. Вот, вот это я вам. Спасибо. Поздравляю. Мы вас с вами поздравляем, если есть что сказать об этом сроке. Я хотела сказать тоже спасибо большое вам. Юлия Владимировна. Спасибо вам большое. Меня очень поддерживают очень. Это было удовольствие. Спасибо.